День национального костюма Начальника управления культурой и туризмой Горсовета Александра Чайна и начальника управления отдела по делам семьи и молодежи Сергея Голубкова К ходю национального костюма все службы городского совета подготовили яркий масштабный праздник для всех жителей города Как рассказал Александр Чайн, традиционно планируется проведение парада вышиванок, который состоится завтра, 19 мая Сбор участников и гостей праздников в 17.30 на пешеходной зоне в районе подземного перехода В 18.00 начнется шествие по направлению к театральному скверу, окончание парада в 20.00 Сейчас мы проработали со всеми службами по безопасности и по перекрытию движения В нашем параде будут принимать участие, если так вкратце, возглавлять будет парад вышиванок городской голова Вадим Сергеевич, почетные гости И также, если брать по колонии, это наши детки, это работники культуры, это работники спорта, это и молодежь, это и наши военные И, конечно же, и общественность наша, и наши жители нашего города И открывать сам парад в 18.00 мы планируем духовым оркестром И потом по схеме построения пройдем торжественно, ярко по нашей центральной улице, по проспекту Мира В этот день в театральном сквере пройдет развлекательная программа с выступлением коллективов художественной самодеятельности Свои работы на выставке и ярмарке предоставят мастера народного творчества Это куклы-мотанки, изделия из бисера, оригами и, конечно же, вышиванки Кроме того, управление культурой и туризма подготовило для горожан сюрприз Какой именно это секрет? Конкретнее брать, то уже будет небольшой сюрприз Мы там подготовили такие небольшие, хорошие, яркие элементы для того, чтобы этот парад был у нас действительно яркий, действительно красочный, действительно очень массовый 20, 21 и 22 мая морюпольцы приглашают на празднование Дня Европы Открытие которой состоится в МГУ в 12 часов с участием городского головы и представителей Евросоюза На субботу, 21 мая запланирована основная программа, которая будет проводиться в городском саду С 11 до 13 часов для детей организованы квесты, флешмобы, рисунки на асфальте Вечером в 16.00 стартует программа для взрослых В этот же день в театральном сквере состоится пешеходный квест, направленный на изучение старой архитектуры города Регистрация участников начнется в 14.00 возле сцены, размещенной в сквере Ближе к вечеру на административной площади перед городом полком состоится просмотр кинофильмов, которые являются победителями различных европейских кинофестивалей Это будет такая свободная площадка, баннер натягивается прямо на деревья На проекторе показывается кино, можно прийти со своими подстилками, с любыми другими предметами, на которых можно присесть, прилечь И с 19 до 21 часа посмотреть кино Это будут и короткие метры, и более длинные предложения по киноматериалам Закрытие праздника намечено 22 мая Это будет самое торжественное мероприятие из всех запланированных Пройдет он у фонтана в театральном сквере Там же разместят специальные палатки, в которых можно будет познакомиться с европейской кухней и культурой Изюминкой праздника станет праздный мест, который стартует от городского ЗАГСа Начало мероприятия в 16.00 Это наш традиционный еврогородок, который располагается у нас возле театрального фонтана Вокруг театрального фонтана будет задействована сцена в театральном сквере Начало этого всего у нас в 16 часов, но сами палатки будут работать уже с 15 часов Будет представлена европейская кухня, европейские культуры в этих палатках и непосредственно на сцене Также подготовлена программа, которая будет как развлекать жителей, так и можно будет участвовать в различных конкурсах Получить соответствующие призы с европейской и мариупольской символикой Это традиционные наши мероприятия, они проводятся у нас уже 8 год подряд Также будет одна из, у нас тоже будет несколько сюрпризов, но один из сюрпризов, могу сейчас рассказать Будет проходить в рамках Дня Европы, этого еще и парад невест И к нам на сцену поднимется 24 невесты, которые также поздравят всех жителей с Днем Европы С ними можно будет сфотографироваться Это тоже традиционное наше майское мероприятие, оно популяризирует семейные ценности Парад невест стартует от городского центрального ЗАГСа в 17 часов И приходит к нам в программу, так сказать, в Дни Европы, ближе к половине шестого Это все будет часть программы празднования Дня Европы Субтитры создавал Dima Европы